МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. Создателями этих чудес будут самые юные, самые замечательные, самые талантливые. Это вы, наши дети. Международный фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» прошел в Десногорске. Мы хотим напомнить людям, что есть такое заболевание, что с ним надо бороться. Хочешь жить – живи. Международный день памяти жертв погибших от СПИДа. Семья из поселка Якимовичи Рословского района больше месяца живет в теплице. Вместо огурцов и помидоров в парнике стоит кровать, вешалка с вещами и обеденный стол. В таких условиях после пожара живет семья Сизенцовых. Их дом сгорел еще в апреле, и причина пожара не установлена. Во время происшествия женщина с мужем находились дома и, заметив языки пламени, вызвали пожарных. Но спасти дом и большую часть вещей не удалось. Решить вопрос с временным жильем им долгое время не удавалось. Произошедшим заинтересовался губернатор Смоленской области Алексей Островский. И взял ситуацию под свой личный контроль. Увидев, в каких нечеловеческих условиях живут люди, он поручил профильным ведомствам оказать семье финансовую поддержку и помощь с материалами для строительства. Также им будет предоставлено временное жилье. 21 мая глава города Андрей Шубин провел рабочее совещание с представителями городских структур. Собравшиеся подвели итоги за прошедшую неделю и обсудили ближайшие планы. Продолжаются работы по подготовке инфраструктуры города к осенне-зимнему сезону. Очередное обслуживание трубопроводов магистральных тепловых сетей завершено. Подача горячей воды восстановлена в 4-м и 6-м микрорайонах. Из-за дальнейших ремонтных работ водоснабжение будет ограничено во 2-м микрорайоне. Планируем остановить горячее водоснабжение 2-го микрорайона для проведения гидравлических испытаний у квартальных тепловых сетей 2-го микрорайона. Председатель комитета имущественных и земельных отношений сообщила об обеспечении детей-сирот жильём. За последний период для юных горожан было приобретено 3 однокомнатные квартиры. Анонс мероприятия озвучила главный специалист по культуре, спорту и молодёжной политике. Ольга Ковалёва сообщила о предстоящем «Едином дне» велопарадов в России. Старт мероприятия в Десногорске состоится 26 мая от скульптурной композиции «Добрый ангел». И 27 мая в 18.00 в Центре культуры молодёжной политики в 1-м микрорайоне состоится юбилейный концерт коллектива «Коллеги». В целом атмосфера в городе благополучная. Все организации работают в плановом режиме. Сафоновский районный суд приговорил бывшего депутата областной думы, экс-руководителя завода «Авангард» Константина Горелого к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также суд принял решение взыскать с подсудимого штраф в размере полутора миллиона рублей. Константин Горелый обвиняется в растрате денежных средств крупного завода, на котором ведётся выпуск изделий для ракетно-космической техники. Деньги он использовал для коммерческого подкупа. Выявили данные о преступлении сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По предварительным данным подсудимый планирует обжаловать судебный вердикт. Задержан Константин Горелый был ещё в июле 2018 года. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 119 сообщений и заявлений. Четыре преступления, из которых два раскрыто. Телесных повреждений 16, ДТП с техническими повреждениями 5, прочие 87. Раскрыто ранее совершённое преступление. Составлено административных протоколов 106, в том числе за нарушение правил дорожного движения 88, антиалкогольные статьи 10, прочие 8. Преступления террористической направленности не допущены и не выявлено. Начало рабочей недели для смоленских полицейских было по-настоящему жарким. В конце рабочего дня, 20 мая, в различные дежурные службы города поступили многочисленные анонимные сообщения о минировании торговых центров и социальных объектов. Среди них торговый центр «Макси», «Европа» и «Юнона». Ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Пресс-служба областной администрации предупредила горожан о возможных сбоях в работе этих объектов и попросила не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Поиск юных талантов, развитие детского творчества и создание условий для реализации потенциала талантливых детей – все это о международном фестивале «Зажги свою звезду». Подробности в сюжете. В этот день в Центре культуры и молодежной политики Десногорска было особенно многолюдно. Учащиеся дошкольных учреждений готовились представить на суд публики и жюри свои творческие номера. Вокал, хореография и художественное чтение – дисциплины, где достойно выступить может не каждый взрослый. Сегодня на этой сцене будут проходить чудеса. И создателями этих чудес будут самые юные, самые замечательные, самые талантливые. Это вы, наши дети! Фестиваль организован при поддержке главы города Андрея Шубина, директора Смоленской атомной электростанции Павла Лубенского и председателя первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Юрия Кузнецова. Оценивала конкурсантов авторитетное жюри под председательством ведущего специалиста, инспектора по делам молодежи Марии Рывачевой. Сегодня нашим участникам предстоит посоревноваться за дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе, а также за самый главный приз – Гран-при. Концертную программу открыли самые юные участники. Под бурный аплодисменты конкурсанты прочитали стихотворение в номинации «Художественное чтение». Выступление юных артистов вызывает в первую очередь умиление, но нельзя было не отметить их серьезный настрой к работе на сцене. Воспитанники детских садов «Ласточка», «Дюймовочка», «Чебурашка», «Ивушка», «Аленка», «Теремок» и «Детского дома творчества» продолжили творческую эстафету в номинации «Вокал» и «Хореография». Фееричное незабываемое шоу. Таким запомнится зрителям фестиваль «Зажги свою звезду». Это уникальное явление культурной жизни города в очередной раз привлекло юные таланты, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Илья Иванов при поддержке неравнодушных людей борется со своим недугом. Совсем скоро мальчик продолжит долгождальное лечение, в том числе благодаря десногорцам. Финал конкурса пришелся по вкусу всем. Памятный диплом получил каждый участник фестиваля. А гран-при конкурса присудили танцевальной группе «Искры» детского сада «Теремок». Приз зрительских симпатий достался детскому дому творчества. Все победители конкурса примут участие в городской праздничной программе, посвященной Дню защиты детей, которая состоится в Десногорске 1 июня. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Школа-интернат «Феникс», построенная в деревне Мальгино, Новодугинского района распахнула свои двери для юных учащихся. В интернате для сирот и малобеспеченных детей открылись новые спортивные и культурные объекты. Летняя сцена и бассейн уже доступны более 130 ученикам. Всего в школе количество мест должно увеличиться до 200. «Феникс» является благотворительным проектом председателя Госдума Вячеслава Володина. С его подачи помимо корпусов интерната здесь строятся спортивные площадки, кинотеатры, музыкальные и художественные кружки. Накануне открытия новых объектов деревню Мальгино посетил и сам Вячеслав Володин. Он сообщил, что далее в планах открытие для детей-сирот ледовой арены. Ежегодно в 3 воскресенье мая во всем мире проходят мероприятия, посвященные Международному Дню памяти жертв погибших от СПИДа. Это делается для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также распространению этого заболевания в мире. Подробности далее. Десногорцы присоединились к акции, которая приурочена к Международному Дню памяти жертв СПИДа. Мероприятием «Хочешь жить – живи» волонтёры города напомнили жителям об опасности вируса иммунодефицита человека, а также о том, как обезопасить себя от этой смертельной инфекции. Активисты вручали памятки и брошюры о правилах безопасности при интимной близости, а также красную ленту – международный официальный символ борьбы со СПИДом. Прикрепив её к верхней одежде на уровне сердца, человек открыто заявляет о важности проблемы СПИДа и ВИЧ. Мы хотим напомнить людям, что есть такое заболевание, что с ним надо бороться путём информирования населения. Также мы сегодня будем раздавать информационные буклеты, в которых мы будем рассказывать о проблемах ВИЧ-СПИД, какими путями он передаётся. По данным последних социологических исследований в нашей стране, уровень интереса к этой смертельной болезни снизился. Многими эта опасность воспринимается как нечто очень далёкое и маловероятное. Но это не так. Распространение ВИЧ-инфекции вышло на популяционный уровень и перестало ограничиваться только так называемыми группами риска. Особая озабоченность вызывает недостаточную информированность молодёжи о проблемах ВИЧ-инфекции. В Десногорске сдать анализы на ВИЧ можно в медсанчасти номер 135. Депутаты Смоленской областной думы поддержали федеральную инициативу о внесении изменений в одной из статей Жилищного кодекса Российской Федерации. Теперь, после того, как состоится общее собрание собственников жилья в многоквартирных домах, все решения, принятые на собрании, будут заноситься в Государственную информационную систему ЖКХ. Напомним, что в настоящее время оригиналы документов жильцы отдают в контролирующие надзирательные органы и забрать их оттуда в случае надобности зачастую не удаётся. Но после внесения документов в систему ГИС их легко можно будет найти в случае необходимости. И коротко о погоде. 23 мая в Десногорске ожидается переменная облачность, временами грозы. Температура днём до плюс 22 градусов тепла, ночью – 14. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте – desnadefiz.tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин